Рада приветствовать вам нашего следующего спикера с докладом про идентичность лидера в бизнес-среде. И для вас Анна Родионова, Agile Coach Berra, расскажет ваш свой доклад. Пожалуйста, слушаем. Спасибо большое. Всем привет. Меня действительно зовут Анна Родионова, я сегодня даже паспорт посмотрела, но спасибо Zoom и всем средствам всё время об этом сейчас напоминаю. И я хочу рассказать про то, как лидеры или организации, или подходы к работе с лидерами с совершенно разными их запросами трансформировались в моей практике. Я уже Agile Coach и работаю в этом направлении трансформации организации, отделов, страйбов, стримов. Больше семи лет у меня было несколько влюблённостей, так сказать, совершенно в разное направление работы по трансформации. Вот хочу вам про них рассказать с одной точки зрения, ну, в какой-то мере это некая юмористическая история моего становления, как и с Желковича, а с другой стороны это действительно большое количество совершенно разнообразных подходов. Я работаю сейчас в Сбере, но я работаю не только с внутренними клиентами Сбера, а ещё и с внешним клиентами. К нам часто приходится, просят сделать, как в Сбере. Мы говорим, как у нас мало кому надо, но какие-то адаптированные, конечно, инструменты помогаем и даём. Вот. Буду рада вашим вопросам, потому что такая какая-то история Желкоуча с разнообразными подходами. Это, соответственно, про меня. Почему у меня, наверное, такие два разных подхода? Потому что я, с одной стороны, айтишник, вот прямо от глубины души, прямо сначала, а с другой стороны, как-то я подумала, слушайте, а люди, психология, как раз уже, когда я стала Желкоучем, и это стало моим следующим направлением развития, и в результате получилась вот такая история. О чём сегодня? Первое. Это с чего надо начинать работать с организациями, с лидерами и с командами, с системами. Немножко сразу посмотрим на примеры лидеров, команд, организаций, что было, что стало. Некоторые из них вам точно знакомы, а некоторые, в общем-то, они мои, но сильно конфиденциальные. Я никогда своих не сдаю. И немножко посмотрим уже, добавим минутку теории к этим примерам, о чём же это всё было. Ну, давайте потихонечку пойдём. Вы знаете, вопрос, который хочется задать, а что же было первое? Сири, курица или яйцо? Ну, в нашем, в нашем идее это то первое, с чего вы начинаете работать с организацией или с лидером. Вот приходит руководитель, лидер, собственник, акционер, директор департамента, неважно, говорит, что он чего-то обычно хочет. Он хочет каких-то трансформаций, либо чтобы команда стала эффективнее, либо чтобы сплочённее, либо чтобы все стали счастливы, эффективнее, быстрее, выше, лучше, МПС. Вариантов запросов огромное множество. И всегда для меня вопрос стоит такой, а с чего начинать с ним работать? Понятно поговорить, понятно узнать про запросы. Но когда он узнал, какие идеи применять, откуда? Ну да, хотела с вами поделиться четырьмя как-то направлениями мысли. И сразу вас спросить, я пока буду про них четыре рассказы, пожалуйста, подумайте, как, на ваш взгляд, у чего больше влияние на трансформационные изменения. Ну, первое, это, конечно, идентичность или личность лидера. Как известно, роль лидера в истории невозможно недооценить. Обычно, правда, и переоценить тоже. Ну, и известно вот это вот прекрасное пословие, что рыба сгниёт с головы. И если мы хотим делать изменения, нам точно нужно, чтобы изменился лидер. Потому что как он себя ведёт, так, в общем-то, ведёт себя его командой, его подчинённые. И есть очень много и исследований на эту тему, и, конечно, и личных наблюдений, какой лидер, такая команда. Вот это первая история. И, кстати говоря, про идентичность лидера и работаемость через лидера с организацией его команды. Очень много работает Манфред Кандиврис. Я немножко про это попозже расскажу. Что же он делает и что же это за прекрасный человек, если вы вдруг не знаете. Ну, это понятно. Вот следующее — это команда этого лидера. Потому что лидер, он скорее, ну, сдаёт направление, он может думать о стратегии, он может витать в облаках. А делает-то команда, ну, если говорить про скрам, то владелец правил, который задаёт бэклок, но руками-то делает команда, может быть, они имеют больше влияния, их привычки, их коммуникация, их конфликты, не конфликты. Может, с командой надо начинать? Они-то основное ядро рабочей повестки. Окей. Следующее — это система компаний. Это система мотивации, это система целеполагания, это HR, это те практики масштабирования, которые у вас есть или их нет, проект, продукты. И это всё является системой компании. Плюс ещё, конечно, надо не забывать только корпоративную культуру. Тоже вопрос. Приходит лидер, он же не просто так выбирает компанию, даже если он её покупает, личное пользование. Он же тоже почему-то её выбирает. И иногда... И тут вопрос, кто сильнее, компания с состоящими привычками или лидер со своей, в общем, идентичностью, но тоже с состоявшимися привычками. Ну, тоже как-то. Ещё больше влияния. Ну и последнее. Нельзя про это не сказать, но меры в этот раз, наверное, не будет. Не успеем просто. Про выпускаемый продукт. Про что имеется в виду? Есть? Понятно, что у каждой организации есть какой-то конечный результат, ценность. Это может быть сервис, продукт. Нам тут не суть важна. Нам что важно? Важно, что те ребята, которые делают научную разработку для помощи, спасения жизни людей, они приходят на работу и всё время думают про это. 40 часов в неделю. Это формирует их привычку. А есть те, кто работают, например, в геймдизайне или, соответственно, микрофинансовых организациях. И они каждый день думают про это. И, конечно, ваше желание сделать лучший продукт или другой какой-то, он тоже влияет. Ну, конечно, что даже относится к стратегии. И вот к вам вопрос. Как вам кажется, у чего больше влияние, на ваш взгляд, из этих четырёх фактически существ? Пока вы будете, соответственно, думать и писать в чат, я, наверное, чуть-чуть расскажу про примеры. Хочется рассказать вам про примеры всех вариантов, чтобы вы их там глубже и лучше почувствовали. Когда будут ответы, ты, пожалуйста, как-нибудь мне про них моргни или скажи, какие-то у нас ответы больше всего. Так, ну а мы пока пойдём потихонечку в пример. Ну и мы начнём с того, что меня захватило в самом начале. А меня захватило системный подход. Эджайл, эджайл-трансформация, очень много всего, HR-практики. Это настолько прекрасно, что я была влюблена абсолютно и была уверена, что это лучшие средства работы, лучшие. Ну и давайте расскажу вам историю про один из, соответственно, в этом случае, Трайб. Значит, лидер Трайба, он прекрасный карьер, у него взрывной рост. Эта карьера, он был очень жёстким, директивным, быстро применял решения. И тут, значит, оказался, значит, посередине трансформации. И тут вопрос, что ему делать. Я три года работала примерно с этим Трайбом достаточно плотно, то плотнее, то не плотнее. И вот ни разу не было у нас с ним ничего, что можно было бы назвать хотя бы там коуч-сессии, его составе, ничего. У меня всё время было через систему. HR-процессы, кросс-моциональные команды, цели полагания, взаимодействия, регулярная обратная связь. Ну вот то, что вот прям хорошие практики. Получается, что в этом случае влияние системы было гораздо больше. Но он тоже изменился. Его поведение, особенно те люди, которые знали его там до трансформации и задолго до всех происходящих событий, описываемых, он поменял совершенно кардинально. Он стал гораздо больше слышать, гораздо больше делегировать, хотя с ним не было совершенно никакой работы. Тут получается, что как бы система, вот эта вся система, повлияла на его личность, ему пришлось подстроиться. Как там у нас с ответами из чата? Я вижу ответ 1, 3 и ещё один ответ 3. Ольга написала, что она согласна про изменения с головы. Антон написал, идентичность лидера однозначно оказывает больше влияния, но есть один нюанс, связанный с тем, что если кто-то покупает организацию в пользование, то текущая команда может оказывать сильное сопротивление в зависимости от того, насколько сильно развита ксенофобия. Ольга также написала, что у лидера системы компаний, а Сергей написал, видел примеры всех вариантов. Вот такие вот комментарии. О, спасибо. Мы как раз посмотрим практически на все варианты. И забегая вперёд, про лидера. Вот как раз мы сейчас это и разберём. Два, значит, примера про то, когда личность лидера сильнее. Вот этот вот человек должен быть нам всем достаточно известен, особенно за последние лет 10. Если смотреть на личность Илона Маска, он вообще очень интересный человек с очень непростым детством, и действительно он неким образом такой шизоидной ориентации человек с эмоциональной холодностью, со слабым ораторским мастерством, с неким количеством чудачеств, потрясающей работоспособностью. И вот есть ли несколько корпораций, которые он сделал. Первая — это SpaceX. Он её сделал сам. Прямо с самого начала. Конечно, он покупал технологии, конечно, он переманил людей, но тем не менее её создавал он сам. И она про достижения, про сверхусилия, про огромное количество работы, про уменьшение того, что мы называем пролюдской. Очень ярко. Но это же только однако. А вот компания. А ещё он купил недавно компанию Twitter, которую переназвал. И за примерно полгода его достаточно резких действий Twitter полностью изменил культуру. И с увольнениями, и с его резкими коммуникациями, и со всем, что было. Несмотря на то, что Twitter — компания с огромной историей. То есть это не просто купил компанию одноневку, и он смог сделать под себя. То есть в этом случае влияние лидера гораздо больше, чем влияние системы, команды, продукта. В общем, ничто и никто его не остановит. Давайте спустимся, соответственно, от него к более такому приземлённому российскому примеру. Лидер в IT-гиганте. Команда была, работала к этому моменту, когда лидер сменился, и к этой истории года три, она самоорганизованная, у них есть всё про метрики, они всё прекрасно в этом понимают. Они, ну, действительно, самоорганизованная команда, то, что называется идеальной датой. И очень демократические лидеры до этого было. Ну, ушёл предыдущий руководитель, неважно, по каким причинам взяли вот этого. Он был гораздо более директивный и начал менять команду под себя. Знаете, вот так, ограняем. Туда не ходить, сюда ходить. Тут KPI написано, как бы, сделать, разработать. Сделать и разработать. Ну, и что, что вы доказали, что это неэффективный и убыточный, и нам не нужен проект? Написано сделать и разработать. Не сделано, не разработано. Теперь я не выпал. Вот такая вот достаточно большая жёсткость. Никаких пивотов. Ничего. Чего происходило? То есть, соответственно, он вообще никак не попадал в репертуар. Через полгода у этой команды был практически бунт. Все её основные лидеры, там команда человек в 70, искали работу. Они про это обсуждали, обменивались вакансиями, не хотели работать, устраивали итальянские забастовки. В общем, всё, всё как надо. И тут, кажется, он, конечно, бы, если бы всё продолжалось бы вот так, он бы, конечно, проломил компанию, в смысле команду, он был бы сильнее, но при этом никого бы не осталось. И тут тоже вопрос, кто был сильнее личности, руководителя или команда, которая ушла. Но, к счастью, через полгода включился, наконец-то, HR-процесс и обратная связь. И лидер чуть-чуть поменял свой поведение. Прямо чуть-чуть. Но он как бы подстроился больше под команды у систем. Ну и, к счастью, команда немножко подстроилась под него. Сейчас примерно прошёл год. С тех пор, как он пришёл в эту компанию, всё ещё бывают пики под названием итальянские забастовки сотрудников желания уйти. Но, тем не менее, команда больше работает в каком-то с ним согласии. Тут Нилан Маск, ну, в общем, тоже. Яркая личность, но мог и потерять. Повезло. Давайте следующий пример. Следующий – это про команду лидера, про яркость. Значит, команда. Это сервис, он работает в B2B-сегменте. Лидер такой, демократический, близок к команде, близок к клиентам, не отстраняется, вот как он есть. сервис стартовал, ну, примерно где-то вот там в районе 21-го года. И, значит, смотрите, график на стороне команды и лидер. Ну, на стороне команды, смотрю, такими, ну, опросниками. Ну, конечно, очевидно, это некая субъективная вещь. Ну, в общем, началось, всё хорошо, видите, всё растёт. А, Азия, знаете, что мне сказала? Что вот эта линия на графике, это их выручка за квартал. Ну, чтобы мы, знаете, очень хочется поделиться исследованием, которое не просто голословно, что настроение команды и лидера влияет на, на, в общем-то, на работу команды и наоборот, а вот прям с цифрами. Вот. В общем, начало всё прошло, всё растёт, всё прекрасно. Ну, понятно, что первый портал 22-го года, все, ну, B2B-шные сервисы, всё, что можно, обрезается просто всё, и тут большое падение настроения как команды, так и прибыли, так и лидер. Но что нам с вами интересно? Что происходит дальше? Тут чуть-чуть начинает что-то расти, лидер всё ещё грустный, команда уже более-менее как-то восстановилась, там как раз пошли командные ретроспективы, командные встречи, улучшение взаимодействия, и вот это вот то, что называется работа с командой на её сплочённость. И вот тут, смотрите, как интересно. Получается, что примерно с того момента, когда у команды исправилось настроение и появилась какая-то внутренняя энергия, возможно, прибыли, пошли наверх. Что произошло с командой? Ну, помимо ретроспективы. Она немножко поменяла состав, у неё кардинально сменилось настроение. То есть вместо такого попросника настроения ну как бы ниже черты, всё не очень, стало как будто более хорошее, больше энергии появилось. Ну, понятно, опросники всегда субъективные, но тут, может быть, не самые субъективные из всех субъективных. И для меня этот график показывает, ну, круто. Ну, правда же, получается, что вот прям команды, ведь тут лидер вроде как уже не такой грустный, но всё ещё не счастливы. Тут, конечно, надо уже ещё раз сходить, смотреть, как там, как там настроение, всё происходит. Что ещё можно про этот случай сказать? Что за счёт того, что это сервис работает с клиентами, то когда клиент приходит и видит, что, в общем-то, или считывает на каком-то уровне, что команда такая нерабочая группа, она вся занята своими проблемами, и вот да, давайте мы вам сделаем как бы анализ и план внедрения чего-нибудь улучшения, но, ну, вы знаете, не до вас. И это считывается. Это считывается и так, ну, можно сказать, что многие компании, которые занимались консалтером, с консалтерами был очень сложный период, что нужно было как-то выжить вот в эти годы. Ну, пример как бы российского отделения Century, он тоже есть и тоже красивый. Ну, и про что тут? Влияние команды больше? Они смогли, они вытащили, договорились, ну, и лидера потом за собой подтянули. Ну, и слава богу. Ну, давайте еще один пример посмотрим. Когда как раз про лидерство было, это я очень активно была увлечена про психологию, про интерес, про вот личность лидера, какие бывают психотипы, а давайте поработаем, то теперь как бы вот к этому моменту я так подумала, что давайте все попробуем сразу, благо запрос позволял. Думаю, ну, вот уж не будем концентрироваться на лидере, на команде или на системе, сразу все, уж хаос так хаос. А что это? Лидер, значит, очень яркий такой нарцисс, очень, очень, очень большой молодец, вызывает глубочайшее, глубочайшее восхищение, очень яркая у них культура ярких, умных личностей, очень много уважения, но из-за этого уважения, знаете, получается неким образом, мы так друг друга уважаем, что обратную связь в глаза сказать нельзя, поэтому будем продолжать уважать. И там сдвиг еще идет такой, руководящий их областей молодости, ну, то есть, как бы, были представители там серебряного века, а теперь прям совсем молодые и все так. И запрос у него такой, хочу очень круто в своем департаменте, очень круто хочу. Что такое очень круто, конечно, не очень понятно, но, в общем-то, как и всегда. Но чего мы с ним делали? Потому что очень круто, это значит везде, это значит, он очень крутой лидер, чтобы это не значилось еще. У него очень крутая команда, и у него очень крутой департамент. Ну, до продукта мы с ним не дошли, но я надеюсь, что все впереди. И тут, что получилось, что получилось, с ним как раз работа в системно-динамическом подходе, сразу со всем. тоже немножко я про это расскажу, что имеется в виду, потому что, например, в это время я услышала прекрасную лекцию Джеймса Кранца, который как раз рассказывал, что не надо выбирать, можно работать над составляющей, над историями, над внутренностью, и, исходя из этого, подбирать различные инструменты. Ну, да ладно. Про продукт, наверное, не буду, в следующий раз, а то у нас с вами времени и так страфически не хватит. Но, тем не менее, если вы видите компании или команды, делающие разный продукт, посмотрите, как влияет. Ну что, минутка теории. Я минутку, не буду долго грузить. У нас, соответственно, есть три те самые сущности, личность лидера, команда этого лидера, система организации и выпускаемый продукт. И они связаны совершенно, в общем-то, каждый с каждым и достаточно сильно. Личность влияет на систему, система влияет на личность лидера. Ну, вы из примера это видели. Где-то Илон Маск, а где-то команда IT-гигант всё-таки изменила своего лидера в сторону меньшей директивности. Ну, и какие сюда бывают инструменты? И инструменты часто зависят от того, ну, вот как я говорила, во что я была влюблена, с того я его начинала. Ну, конечно, в личности лидера это индивидуальный подход, коучинг, психотерапия, всё, что вы имеете в виду. Только обычно лидеры или собственники, они не думают, что проблемы в них, они, конечно, скорее говорят, что там систему починить, это самые яркие запросы. Команды, лидеры, это наши прекрасные и командные практики, и коучинг, и скрам, и канвен, и всё, все любые другие практики работы в команде, чтобы вывести её на большую и высокую эффективность и уменьшить количество конфликтов. Система. Предполагание, HR, оргдизайн, масштабирование. Вот с этого я начала, влюблена, до сих пор мне всё нравится, не могу выбрать. Ну и про продукты. Это работа со стратегией, бесконечное количество продуктов, как про лавмарка и модная нынче человекоцентричность. Давайте хоть чуть-чуть про это скажу, как влияет. Вот компания решила делать человекоцентричный продукт. Но, допустим, это компания для того же самого маска, где, в общем-то, соковыжималка жуткая для людей. И со временем возникают такие, знаете, крики с полей, а мы-то как? Мы не человеки, что ли? Почему наш продукт человекоцентричный, а организации нет? Мы тоже люди. Получается, приходится меняться им тоже. Ну и про, соответственно, два подхода. Личностный подход. Яркий представитель это Манфред Кэс-Диврис. Он совершенно потрясающий мало того, что психоаналитик, так и ещё учёный-экономист в серии менеджмента и профессор в бизнес-школе ИНСИА. И он очень много времени смотрит на феномен лидерства. И он, когда он работает с руководителями, он работает как раз через личность, меняя личность, меняет компанию. Ну это, конечно, самый большой вопрос, который всё время у него задаётся, и ему задаёт. «А может ли лидер замениться взрослая, зрелая личность, карьерой?» Ну и он говорит «Да, столько и захочется». И второй, вот это как раз тот подход, наверное, который является моей влюблённостью сейчас, там представители Джеймс Транс и Яков Стал, это про то, что важно не только что говорить, важно только как вам это говорить. Огромное количество социальных тенденций, которые зачастую являются как раз в ядре вот этих связей. какой продукт, в какую компанию я иду, в какую команду я иду, к какому лидеру я иду, какой продукт делать является, ну как, вот тем основанием, почему человек там работает или не работает. И с ним, с этим может больше всего, ну сейчас мне интересно работать. Ну как раз вот в центр, чтобы у нас с вами был такой визуальный. Ну, сложный вопрос, вывод с чего начинать? Кажется, что хорошая история выбирать то, с чего сейчас близко именно вам. По меньшей мере будет много энергии. Но, и это большое но, начать с того, что важно именно вам, а не вашим лидерам, которые хотят трансформацию, это тоже сложная история, можно попасть сильно вопреки. И поэтому, я когда сейчас выбираю, я конечно хочу выбрать то, что нравится именно мне, но стараюсь начать именно с того, чтобы больше всего проседать. Если вроде все хорошо, мне очень интересно поработать с лидером, но команда не тянет, ну тогда, наверное, будем начинать с команды. Или все хорошо, но практики и цели полагания являются карающими для системы. Что ты не сделаешь, все равно ты их никогда не выпустишь. И тут тоже, как бы, хочется тогда начать с системы, несмотря на то, что, может быть, мне было бы интереснее и лично интересно работать с командой. Вот давайте я тут прям совсем останавливаюсь. Это вот на всякий случай книги, если вам интересно прочитать про их подходы. Ну и буду рада и готова к вопросам, если на них, конечно, осталось время. Анна, спасибо большое. Есть вопросы, да. А Лариса... А нет, это не вопрос, но все же прочитаю. Лариса пишет, что вот один плюс три и кажется, что представления интереса лидера и цели системы не должны друг другу противоречить и не должны нести опасности для обеих сторон. Тогда будет удачный микс. Ой, соглашусь, просто не всегда, к сожалению, так бывает. Тут, на самом деле, жаркое обсуждение про Илон, не Илон Макса. Есть согласные, не согласные. и вопрос от Алексея. Нет ли обратной зависимости настроений от успехов? Это вот про команду, наверное, да? Ну, конечно, безусловно, да. Вот если вот вернуться, сейчас я вернусь к нему, к этому графику, конечно, да, есть, но тут вопрос был, что сначала вот в этой команде сначала выровнялось настроение и только потом позволило хоть как-то нормальный успех. Вот они в рост пошли. А до этого как-то не очень помогало, хотя видно, что вот тут уже как бы что-то выравнивалось. Ну, конечно, успех даёт бесконечное количество гормонов удовольствия. Как-то то, как-то то. Нельзя недооценивать. Ага, спасибо. Есть ещё вопрос от Виктории. Она пишет, Анна, добрый день. Какие, на ваш взгляд, косвенные методы сбора обратной связи от команды о своём лидере наиболее эффективны? То есть, без вопроса в лоб. Как там ваш, ваш директор? Хороший вопрос. Есть несколько вариантов. Совсем косвенные методы это то, что можно посмотреть, например, по количеству это если большая выборка по количеству больничных. Ну, то есть, текучка понятна. Если большая текучка, то явно что-то не так. А вот количество больничных иногда показывает нам, как косвенно, что что-то не так идёт. Больничных, отгулов, уменьшение количества времени, что человек в работе. но это очень косвенные признаки. Можно иногда спрашивать, но не так, конечно, в лоб, как вам директоры, а там спрашивают последние истории. А что получилось, а что не получилось, а что помогло, что не помогло. И если в этот момент никогда не слышно про директора, а так бывает, наверное, что-то происходит не то, может быть, как-то к нему не так относятся, или что-то, или он не влияет, или он отстранённый, тогда, конечно, я бы предложила бы спросить директора, он-то как. Это уже интересно. Но ещё можно, знаете, про что часто это мерят, но это сложный инструмент по количеству взаимодействия. Теоретически можно косвенно посмотреть, количество сообщений, ну, то, что называется транзакции коммуникационных в почте, в чатах, и вот это всё. И если тоже директор выключен, наверное, почему-то с ним избегают общения. Такой себе признак интересный. Интересный, действительно. Спасибо. И есть ещё вопрос от Дмитрия, думаю, что финальный. Выглядит, что от настроения лидера ничего не зависит. По вашему графику достаточно ли выборки для метрики? Слушайте, тут сложная история. Чтобы уверенно вам сказать, наверное, нужно больше команд проанализировать так. И есть такие вещи. Но тут, опять же, вопрос влияния настроения лидера. Потому что вот если брать другие истории, где лидер сильнее, там, если руководитель приходит в хорошем настроении, команда хорошо работает. Если он приходит в плохом настроении, все в срочном порядке говорят, что ничего не получаете, никогда не получится. Сложная история. Конечно, интересно смотреть и интересно делать на этом то, что называется научной работой, социологически. Но, к сожалению, выборка пока не такая большая и не такая надежная, как хотелось бы для настоящих научных исследований. Но я к этому иду. Присоединяйтесь. Я буду рада, если будет еще сбор информации откуда-то. Благодарю за ответ. И еще один вопросик. Все-таки, я думаю, мы успеем. Ксения спрашивает, есть ли рычаги давления на лидера команды? Что могло бы мотивировать его на изменения? Как-то я в тупике небольшом. Это изменение в смысле его личности или изменение в принципе? Давайте я попробую ответить на оба вопроса. Потому что если мы говорим про изменения в принципе, но не его личности, то один из ярких рычагов давления это, например, успешность. То есть вот тут вот явно вот как бы в 23-м год явно было не так. Наверное, надо было менять. Вот тут сложно сказать. И, соответственно, внешние факторы. И то, что успевает он за средой или нет его организации или отдел. Это как будто в среднем достаточно на достаточно большом количестве или там страцессии это видно, или на ретроспективах, как будто это часто приходит в голову, что надо менять что-то или в команде, или в отдел. Ну, какая-то обратная связь, честная и понятная. А вот если говорить про то, что меняться самому лидеру, и он что-то такой, так, ну всё, я готов, я пошёл на психоанализ французского типа пять вечеров в неделю без пропусков. Ну, наверное, какие-то внутренние протрясения скорее к этому идут. Или, может быть, коуч-сессия, когда он начинает понимать, что то, как он сейчас устроен, ну, как бы, личностная идентичность, может, не позволяет ему добиваться каких-то результатов, или он просто сгорел и больше не любит свою работу. То есть я бы сказала, что с этой стороны это зайти, потому что психотерапия или коучинг без запроса для лидера или руководителя — это, ну, не очень полезное мероприятие для всех участников в этих сессиях. Это верно, что верно. Что ж, Анна, спасибо тебе большое за доклад. Мы справились со всеми вопросами. Ура. Спасибо.